Тунеядство, бой. Роструд предлагает взимать налоги со всех неработающих граждан, достигших 18-летнего возраста. Кроме пенсионеров, студентов и зарегистрированных безработных. Инициатива объясняется необходимостью бороться с нелегальной занятостью. Насколько это эффективно и необходимо, мы спросили первенников. Да что такое-то неядец вообще? Это человек, который вообще не работает и отдает в казну деньги. Либо он не работает и не отдает. То есть вот в этом сложность. Так, я думаю, что немножко глуповатый закон. Платить, наверное, должны, но вряд ли кто-то будет платить. Раньше же за тунеядство наказывали. Но я думаю, что сейчас это не сработает. Но если там, допустим, образование человек получил, я думаю, что он должен отработать. Если не будет работать, соответственно. В принципе, поддерживаю. У экспертов на этот взгляд иное мнение. Если инициатива обретет форму закона, то отношение к труду может измениться. При желании заработать на стороне, сотрудники не будут увольняться с официальной работы, а станут брать больничные, отпускные, либо попросту прогуливать. Лишь бы не причисли к тунеядцам. Будет снижаться качество работы, потому что некоторые люди будут думать, я работаю плохо, некачественно, но если я уволюсь, меня с учетом тунеядцам, значит, я здесь буду сидеть до последнего. Спорно считают инициативу их топ-менеджеры. Среднее время поиска новой работы для них от 4 месяцев до 2 лет. Не стоит забывать и о работодателях. Появится больше сотрудников, которые не будут долго задерживаться на новой работе. Много очень будет таких вот вещей, когда работу выполняют формально, или работают, или где-то числятся. То есть это еще больше усугубит ситуацию такой нестабильности на рынке труда. У предлагаемого закона есть и плюсы, рассказывают эксперты. Станет меньше неквалифицированных работников. В настоящее время налог на тунеядцев собирают с граждан Беларуси. Согласно закону, вступившему в силу в начале 2015 года, безработные должны ежегодно платить 200 долларов. Руслан Пепеляев, Ярослав Алакин, селекомпания «Ветта». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!